Почтальон Кто там? Это я, Почтальон Печки, принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет. Почтальон – это старинная профессия, которая по существу мало изменилась за несколько столетий своего существования. Как и 200 лет назад, Почтальон забирает письма, прессу и прочую корреспонденцию, поступившую в почтовое отделение, и разносит ее получателям. Итак, рабочий день Яны, который является почтальоном-бригадиром, начинается в 9 часов утра. Опаздывать и она не привыкла, поэтому уже без 10 и 9 она спешит на работу и сразу за дело – разобрать корреспонденцию. Простые письма, журналы и газеты отдельно, заказные письма отдельно. Далее выстраивается маршрут, так называемый ходовик. Несмотря на то, что каждый почтальон знает свой путь наизусть, иногда приходится прибегать к помощи карты. Есть и другие атрибуты, которые помогают в работе. Вот у нас есть сортировочная таблица по доставочным участкам и название газет. Мы здесь видим каждую газету, получается, сколько у кого штуки из почтальонов. Делается она каждый месяц, в конце месяца, для того, чтобы знать, у кого выбыла какая-то газета, у кого прибыла. И вот по этой сортировочной таблице, когда почта приезжает, привозит нам корреспонденцию, мы раскладываем газеты. Наконец, все готово. Можно отправляться в путь. У каждого почтальона свой участок. У Яны на хозяйстве около 45 домов. От почтового отделения до непосредственного места работы она идет пешком. Помимо корреспонденции, почтальон берет с собой пропуск и большую связку ключей. Первыми доставляются простые письма – извещения, газеты и журналы. По сравнению с 80-ми и 90-ми годами газет стало меньше, зато во много раз увеличилось количество писем. Сейчас каждый день почтальоны доставляют по полсотни, а то и более писем. Это официальная переписка. Письма гражданам направляют банки, налоговая, суды и другие ведомства. Очень стало много простой заказной корреспонденции идти. Особенно ГАИ с заказными письмами, штрафникам постоянно. Вот самый большой объем. Простых писем примерно 35-30 идут. Это вместе с повестками, письма. А вот заказной корреспонденции – это бывает и на 20-25 писем на человека, на одного почтальона. И это с каждым письмом. Надо подняться хоть на пятый, хоть на девятый этаж, тоже позвонить им и прописку посмотреть, паспорт посмотреть. Вторая доставка – это заказные письма. Их нужно обязательно вручить адресату. Чтобы доставить свежий номер любимой газеты, вместе с Яной заходим в гости к Ирине Самуиловне. Здравствуйте, Яночка! Здравствуй, зайчик! Ваша газета? Заходите, заходите. На минутку хоть зайдите. Для пожилых людей почтальон – это долгожданный гость, которого с радостью встречают как родного человека. Ирина Самуиловна нашла в Яне и помощницу, и собеседника, и просто хорошего друга. Я все время выписывала газетки «Приднестровья», «Днестровская правда», потом «Человек и его права». И у меня закончилась газетка. Она принесла газетку и говорит, у вас закончилось, нужно будете выписывать или нет. Я говорю, Яночка, у меня так болит поясница и нога, что я не могу дойти аж туда, до почты. Хорошо, давайте я зайду к вам домой, забегу. И вот так мы познакомились с ней. Она прибежала, выписала газетку раз, второй раз. А потом я говорю, не могу ходить, говорю, платить платежки. Ну, далеко мне аж туда наверх идти. Так давайте я вам буду платить. Я говорю, ну, пожалуйста. И вот она уже полгода прибегает ко мне, я ей заполню, все дам. И она пришла до копеечки и отдаст. Такая умничка, такая внимательная, чуткая. Таких мало сейчас людей встретишь. Все минусы, связанные с непогодой, когда приходится работать и в снег, и в жару, и в дождь, превышают благодарность и улыбки людей, отмечает Яна. Для меня плюсы в моей работе – это то, что мы приносим добро людям. Не все же пожилые люди имеют интернет, не все имеют пользоваться скайпами, одноклассниками. И вот они переписываются письмами со своими родственниками. Они очень рады, когда мы приносим такие письма им. Порой приходится справляться и с необычными ситуациями. Интересные ситуации, случаи. Да, бывали такие, что ящики так плохо держатся на стенах, что порой бываешь, хочешь бросить это письмо или отправление какое-то, а эти ящики, вся секция прямо на пол падает, и грохот стоит такой в подъезде. Несмотря на свой юный возраст, за четыре года работы почтальоном Яна показала свой профессионализм, хорошие качества и стойкий характер. Яна пришла в ноябре 2014 года. Работу почтовую, естественно, она не знала, потому что у нас нет учреждений, которые обучают именно почтовой работе. Примерно год проработала и стала бригадиром почтальонов. Работает девочка очень хорошо, и руководство к ней претензий не имеет никогда никаких, и на доставочном участке у нее все отлично. Она очень ответственный человек, она старательный. Уже не первый год твердят, что профессия почтальона скоро исчезнет. Мол, люди стали меньше писать писем, выписывать газет и журналов. Все это заменил интернет. Но наша сегодняшняя героиня с этим не согласна. Жизнерадостная и открытая Яна продолжает радовать своим приходом тех, кто ждет ее со знакомой сумкой за плечом, с хорошим настроением и доброй улыбкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова